Изюминкой выставки «Израиль открывает двери» в столичном манеже стала экспозиция «Стена плача в Москве». Организаторы воздвигли символический аналог стены в Иерусалиме, в который все желающие могли вложить записки с просьбами и молитвами. Правда, писали свои пожелания гости центрального выставочного зала не на бумаге, а специальным электронным карандашом на стеклянном мониторе. Отходите, пишите письмо, пожелание любое, все что хотите, здоровье кому-нибудь, это ваш выбор. Вы написали, пишите имя, электронную почту, на электронную почту вам придет ответ, прикладываете карточку, ваше письмо отображается на карточке, вы приходите к стене плача, кладете карточку сюда, эти карточки потом все собираются, отправляются в Израиль, там раввином перепечатываются на каждый листок и закладываются в стену плача в Израиль. Я хочу, чтобы в семье было все благополучно, у сына, у наших всех родственников, чтобы все было хорошо. Ну-ка скажите, у женщины одно желание какое-то? У женщины одно желание выйти замуж с хорошим и приемлемым. Я это поздно поняла, я только шла к этому, поздно поняла, не страдалась, намучилась, теперь хочу загадать желание. Ну, говорят, не очень хорошо делиться самым сокровенным, с большим количеством людей, чтобы желание твое сбылось, нужно хранить его в тайне. Я просто хочу тоже и мира, и естественно, чтобы, так сказать, наш народ и народ Израиля, и народ вообще всех стран ездили, путешествовали, смотрели на мир, любовались, без взрывов, без войн и просто. Ну, бога здоровья своим внукам, у меня пять внуков, и себе разрешение, чтобы меня выпустили. Меня еще год не выпускают, поэтому... Почему? Когда я работала в почтовом, меня выпускали, а когда я ушел на пенсию, пять лет и не гуляю. И сколько лет еще не будут выпускать? До ноября. И сразу же в Израиле? Да, потому что у меня сестре 70 лет, надо попасть. Я вот тоже стою и думаю, не буду я ни о чем просить, я поблагодарю его. Я думаю, что надо быть благодарными, все что-то просят или жалуются, да? Ну, в основном, во всяком случае, у нас. И очень длинно обращаются, я вижу, что вот дама писала сочинение, можете сказать. Знаете, как священники говорят, благости Божьей, а там... Ну, денег точно желать не буду, сама придет. Не знаю. А самое сокровенное? Так оно и самое сокровенное. Будет здорово, будет все остальное, хорошо. Нет? Вы не согласны? Сдача успешной сессии. И все? А что еще нужно для счастья? Ну, вторую половину, например. Да и есть вторая половина. Одна моя знакомая девушка, 24 лет, русская, симпатичная, она мне сказала, я поеду в Израиль искать мужчину. Там ведь война, можно найти настоящего мужчину, потому что здесь их очень мало. Они все так огламуренные и так занянчены мамами, что на мужчину уже не похожи. Вот так что армия израильская может взять на себя удар, принять, понимаете? И девушки могут искать там себе мужей. Да, не секрет, конечно же. Хочется, чтобы появился человек рядом, близкий по духу и близкий по принципам, по моим. Не обязательно этого должен быть муж или там официально кольцовно-колдовым. Нет, просто, чтобы человек был рядом тем, с тем, с которым хотелось бы просыпаться и, возможно, даже засыпать вместе. Спасибо.